Где взять клиентов в стоматологию? Наверное, вы перепробовали десятки каналов рекламы, обращались в разные фирмы и все бестолку. Слитые бюджеты, пустые звонки, пустые кресла. После этого видео у вас не будет проблем с пациентами. Нужны только прямые руки и дисциплина. И кстати, обязательно досмотрите это видео до конца, ведь в конце вы услышите самый главный секрет. Секрет номер один. Позиционирование. Стоматологи Я, Витадент, Галадент, Ультрадент. Что роднит все эти названия? То, что они все пустые, как пробка. Как продвинуть очередной Витадент, которых в России сотни? Непонятно. А как тогда? Ну давайте попробуем улучшить. Белое золото, стоматология доктора Томилиной, профессорская стоматология. Хм, уже лучше. Уже начали пробиваться ростки жизни. В белом золоте вас наверняка ждет особый сервис. В стоматологии доктора Томилиной угадывается история ее основателя. А в профессорской стоматологии можно попасть на прием к живому профессору. Такое и продвинуть легче, да и просто запоминается лучше. Но давайте еще докрутим. Стоматология доступных цен. Зубастик. Стоматология без боли. Эти названия еще лучше и в 10 раз проще продать. Стоматология доступных цен имеет четкую аудиторию экономных клиентов. Да, маржинальность страдает, но ведь и расходы на рекламу будут намного меньше, поверьте. Зубастик. Это очевидно детская клиника. Детство всегда просто продать. Стоматология без боли. Это мое любимое. Огромная доля клиентов озабочена вопросами боли. Просто посмотрите на поисковые запросы, и вы увидите, что люди ищут. Без боли, с анестезией, больно ли. А тут целая клиника, которая специализируется на лечении без боли. Смешно, что я ни разу не встречал эту стратегию. Зато голодентов у нас сотни. Вы должны четко очертить свой сегмент. Компания, которая работает на все сегменты сразу, априори теряет везде. Подскажу вам несколько возможных сегментов. Лечение детей. Ночная стоматология. Лечение без боли. Доступные цены. Пожилые люди. Не надо быть серой мышкой. Выберите свой сегмент, и вы получите толпы клиентов. Главное помните, что позиционирование это не только название, но и начинка. Идем дальше. Секрет номер два. Работа администратора. 30% звонков просто не берутся, окей? А еще администраторы делают кучу ошибок в разговоре, и просто сливают клиентов. Поверьте мне, я прослушал сотни звонков. Что же делать? Во-первых, не жалеть деньги на зарплату, чтобы найти крутого администратора. Во-вторых, создать скрипт, где прописать базовые фразы приветствия, закрытия и пара других. Главная задача администратора в каждом разговоре закрывать на бесплатную консультацию с бесплатным снимком. В-третьих, начать регулярно прослушивать входящие звонки самим или отдать это на откуп таким сервисам, как Callzilla. Просто? Очень. Но все это позволит средней клинике получать в два раза больше клиентов. Невероятно, но факт. Секрет номер три. Сайт. 99% сайтов клиник никуда не годятся. Их место на помойке. Вот список самых популярных ошибок. Огромные нечитаемые полотна текста. Куча лишней информации. Страницы не продают. Нет акций и предложений. Отстойная мобильная версия. Нет онлайн-консультанта. Нет онлайн-консультанта. Реклама. Пробежимся по каналам рекламы. Начнем с контекстной рекламы. Яндекс.Директ и Google Ads. Контекстная реклама стабильная и эффективная. Она отлично работает в небольших городах, похуже в миллионниках. В Москве и Питере качественно настроить контекстную рекламу особенно сложно. Но можно. Далее идет таргетинг в социальных сетях. Facebook, Instagram, ВКонтакте. Канал нестабильный и требует подрядчика высочайшего уровня. Требуется также сильное спецпредложение. В основном имеет смысл рекламировать только услуги косметической стоматологии. Брекеты, чистка, отбеливание. Исключение детская стоматология. Она тоже хорошо зайдет. Я не могу рекомендовать этот канал всем. Очень сложно найти подрядчика, кто сможет собрать эффективную компанию. Хотя, если все условия выполнены, вас просто завалят недорогими заявками. SEO. Очень нестабильный канал, требует подрядчика высочайшего уровня. Не рекомендую практически никому. Дубльгиз. Обязательно потестируйте этот канал, в вашем городе он может сработать. Купоны. Довольно токсичный канал, но его обязательно надо тестировать. Если вы понимаете, как работает главный секрет маркетинга стоматологии. Но о нем в конце видео. Секрет номер 5. Работа с базой. База клиентов – это ваше золото. Приведу только два способа простой монетизации базы. Начнем с банального регулярного обзвона базы с приглашением на бесплатный профилактический осмотр. Все знают об этом приеме, но никто его не использует. За всю свою жизнь я не помню ни одного подобного звонка. Хотя я нахожусь во многих базах клиник. Далее идет более продвинутый способ – это ретаргетинг. Вы загружаете телефонные номера в Яндекс, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и догоняете своих клиентов специальной рекламой. Это самая эффективная реклама, которую только можно придумать. Она стоит копейки и при этом приносит неплохой результат. Особенно, если у вас большая и чистая база. Секрет номер шесть. Контроль маркетинга. Вы должны постоянно отслеживать стоимость звонков и заявок с каждого рекламного канала. Для этого используйте колл-трекинг и Яндекс.Метрику или ее аналог. Если рекламный канал показывает себя слабо, значит либо канал не подходит вам, либо, что скорее всего, у вас плохой подрядчик. Разговаривайте с подрядчиками, директологами, интергетологами только с позиции цены за лид. Все остальное – это пустая болтовня. И, наконец, секрет номер семь. Главный секрет. Итак, какой же он главный секрет маркетинга стоматологии? Он звучит так. Клиент не должен окупаться с первого посещения. Все владельцы стоматологии живут в странной иллюзии, что реклама должна окупаться сразу. Однажды я устроил опрос среди знакомых владельцев и администраторов. Сколько, по их мнению, должен стоить звонок или заявка? Самый популярный ответ был 50 рублей. Это абсурд. Задача маркетинга – завести клиента и удержать его на всю жизнь, чтобы он ходил в вашу клинику, чтобы он приводил сюда своих близких, чтобы он рекомендовал вас направо и налево. Простой пример. Пару месяцев назад я встретил отличного врача и сам не заметил, как оставил в клинике 50 тысяч рублей. При этом я рекомендую этого стоматолога всем своим знакомым. Подведем итоги. Успешная клиника не экономит на маркетинге. У нее есть отдельная должность маркетолога. Она никогда не экономит на акциях и спецпредложениях. Почему? Потому что она смотрит на 5 лет вперед. Она работает на свою базу. Ведь именно база кормит клинику. У вас остались вопросы? Задавайте их в комментариях, а мы постараемся на них ответить. Если же вам интересно поработать с профессионалами в маркетинге стоматологии, оставляйте свою заявку в комментариях и мы ее рассмотрим. Прошу не обижаться на возможный отказ. Мы работаем не со всеми. К тому же мы стараемся не брать более одной стоматологии в одном городе. Всего вам доброго.